Общемировой конкурс профессионального мастерства WorldSkills проходит не только в столицах регионов, но и в менее крупных населенных пунктах. На этапе конкурса в Большом Камне соревновались сварщики. Для города, где развивают судостроение, это одна из самых востребованных профессий. Сложную фигуру из алюминия сварщики должны сделать за пять часов. Работают аккуратно, ведь жюри будет оценивать внешний вид швов. На кону звание лучшего сварщика Приморья среди учащихся колледжей и техникумов. В первую очередь будут смотреть на красоту, дальше будут на провар смотреть, как шов проварился. Ну и в принципе, я считаю, что кто здесь участвует, они все достойны победы. Соревнования проходят по высоким международным стандартам WorldSkills. Все работы сварщиков на наличие дефектов проверят на рентгене, а одну деталь, самую массивную, ждут гидравлические испытания. Проверить его на периодичность. То есть пройти испытания, погружаем резервуар в воду и подаем давление. От 10 до 60 килограмм. То есть если выдержат, то работа сделана хорошо? Если выдержат, то работа будет хорошо. Международный чемпионат рабочих профессий проходит раз в два года. Сейчас по всей стране идет отбор на него. В международное движение WorldSkills Россия вступила по инициативе Владимира Путина. Чемпионат должен поднять престиж рабочих профессий. Это особенно важно для Приморья, где развиваются территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. В Большом Камне сварщики очень нужны. В городе Большой Камень находится старейшее предприятие Дальневосточный завод «Звезда». И вновь построенное предприятие судостроительный комплекс «Звезда». Для этих предприятий необходимо большое количество высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе, конечно, сварщиков. Количество сварщиков на данный момент недостаточно. Потребность в предприятии очень большая. WorldSkills – это не только соревнования. Здесь помогают определиться с будущей профессией школьникам. Они могут попробовать себя в роли сварщика с помощью виртуальной реальности. Новейшая европейская разработка в плане вообще тренажеров. Он позволяет отрабатывать три вида сварки. Это ручная, дуговая, аргонно-дуговая и полуавтоматическая. В этом шлеме виртуальная реальность, установлены камеры, и то, что я буду видеть, будет отображаться на экране. Да, все верно. И более того, все это будет записано, и при желании можно будет потом посмотреть повтор, как вы все это сделали. Ну, давайте попробуем. Нужно соблюдать споры сварки, угол наклонной. Это самое важное. От этого зависит провар, возникновение и невозникновение дефектов. Чтобы заманить школьников в профессию, им показывают самое современное сварочное оборудование, которое серьезно экономит и силы, и время сварщика. Расскажите, как это работает? Работать очень легко на этом аппарате. Надо просто забить программу в бортовой компьютер и нажать старт. Когда нужно варить очень длинные швы, используют этот аппарат, чтобы экономить сварочное время. На такую сварку можно смотреть, что тоже удобно. По крайней мере, можно работать без маски. Ну, да. Кроме сварщиков, на этой неделе в Приморье соревнуются еще 17 рабочих профессий. От автомехаников до поваров. Лучшие станут известны уже завтра. Всеволод Копивин, Павел Михайлов. Панорама.